С 15 июня вступят в законную силу изменения в законодательстве в рамках криминализации семейно-бытового насилия. Новым законом такие составы, как умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои, переведены из административного кодекса в уголовный. Теперь это статьи 108 прим. 1 и 109 прим. 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Кроме того, введены новые статьи 121 прим. 1 «Приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста» и 313 прим. 1 «Пропаганда самоубийства». Сотрудники подразделений следствия и дознания Департамента полиции Североказахстанской области в ходе круглого стола обсудили предстоящие особенности уголовных производств с представителями прокуратуры, юстиции и судебной системы. Так, рассмотрены вопросы оптимизации следственных процедур, недопущения волокиты в уголовном процессе. Стороны выдвинули предложения по взаимодействию для наиболее эффективной реализации прав и законных интересов всех участников уголовного процесса. Основные изменения коснулись ужесточения наказания за правонарушение в отношении женщин и детей. Введен перечень статей, связанных с насилием в отношении женщин и детей. При этом данные статьи не подпадают под перечень преступлений, по которым возможно изучение более мягкого наказания. И исключено примерение сторон. В областном центре состоялся трехдневный семинар для учителей английского языка сельских школ. Участникам рассказали, как улучшить свои профессиональные навыки при помощи программы «Фулбрайт». Все подробности расскажет наш корреспондент. «Фулбрайт ФЛТА» – это престижная программа, спонсируемая посольством США. Ее суть заключается в том, что студент или учитель английского языка отправляется в Штаты и преподает в университете или колледже казахский язык. Помимо распространения нашего государственного языка за границей, она способствует совершенствованию профессиональных навыков и повышению уровня владения английским. Одним из примеров являюсь я. В 2015 году мы ездили и преподавали казахский язык. И точно так же сегодня мы хотим поделиться этой возможностью, этой новостью о том, что учителя могут также подать на эту программу, полностью покрывать расходы будет программа «Фулбрайт». Этот семинар в городе Петропавловск организован благодаря сотрудничеству с Управлением образования Североказахстанской области, а также методическим центром. Хотим выразить благодарность за сотрудничество». Оказание методической поддержки учителям сельских школ, обмен опытом, проведение различных обучающих тренингов. Такие задачи ставят организаторы. В числе спикеров – представители вузов и школ Америки и Казахстана. «Меня зовут Колин. Я являюсь аташе по вопросам культуры и образования посольства США. Сегодня мы поддерживаем этот семинар, знакомим учителей с программами по повышению квалификаций в США. Такое мероприятие уже прошло во всех регионах Казахстана. Думаю, это только начало нашего сотрудничества». Участникам семинара и победителям демо-уроков вручились сертификаты. Отмечу, желающим поступить на программу необходимо иметь диплом, мотивационные и рекомендательные письма, а также сдать экзамены на знание языка. Адилия Акушекова, Анатолий Белоног, Служба новостей.